Девушки отдыхают Я помню наш новогодний корпоратив 2019 года Мы встретились, общались, планы делали Настолько только стало 100 человек Мы пили шампанское, строили грандиозные планы по захвату мира 2020 год для нашей команды должен был стать абсолютно прорывным В Китае дневмонии, вызванной новым типом коронавируса По тех уже четвертых заболевших Всего же заразились 217 человек Тогда все смотрели новости, как в кино Ну Китай, Ну Италия, ну очередной вирус Если честно, нас больше интересовали наши криптопроекты Запуск новой инфраструктуры Тон от Телеграм И мы думали, как мы можем в этом поучаствовать Наши сотрудники, в принципе, работают из разных точек мира Многие путешествуют и работают И не останавливаются на одном месте А тут у людей стали рушиться далекие планы Туда нельзя, там уже туристам не рады Я Диврил Моя задача в Еврон сделать так, чтобы мы были на топовых IT-конференциях Участвовали в лучших подкастах Собирали митапы, общались с разработчиками В начале 2020 года все так и было Мы выступали в офлайне, у нас была Мета-конф в Воронеже Мы выступили в Берлине на Go Days Мы брали интервью и все было хорошо Конференции очень полезны разработчикам На конференциях мы можем поговорить с нашими коллегами по индустрии Которые работают в десятках компаний И которые решают те же задачи, что и мы Задать наболевшие вопросы Получить ответы в кулуарах, а не то, о чем пишут в интернете А конференции это важно для нас А тут наступил зомби-апокалипсис И весь тот офлайн, который у нас был запланирован Куда я должен был лететь, выступать, приглашать наших спикеров Мы уже не смогли туда прилететь Потому что масочный режим и больше трех не собираться Когда-то я и сама получила офер в Верон Это были такие эмоции Я где-то два дня не спала Я представляла себе ту жизнь, которую я получу Это отсутствие офиса Полная свобода Никакого транспорта Это тот климат, который тебе комфортен И когда тебе нужно для работы только ноутбук, наушники, интернет Да это же работа мечты Ну правда Мы отлично выступили на Team Lead Conf В начале февраля У нас было приподнятое настроение Заряд на большое количество имиджевых мероприятий Гигантские планы подбора Я помню, как я заставляла график мероприятий И я каждые выходные должна была быть на каком-нибудь мероприятии Еще и в разных городах Мы на постоянной основе взаимодействуем с различными медиаплощадками, ресурсами, сообществами Каждый день мы наблюдали за тем, как появляются какие-то новые заявления про коронавирус Потом их опровержения, потом какие-то новые прогнозы В общем, начинался какой-то хаос из не совсем понятных для нас историй И как в такой ситуации продвигать свои материалы Когда конкурировать даже на технических и околотехнических ресурсах Приходится с новостями про мировую пандемию, про коронавирус в Италии Это не так просто Мы надеялись, что осенью все вернется Что мы сможем так же, как и раньше выступать с большой сцены Приглашать коллег, проводить экскурсии по бэкстейджу Знакомить со спикерами в спикерской Все было распланировано, но случилась вторая волна И у нас снова не получилось Мы готовили доклад по управлению удаленными командами достаточно долго И я успел выступить с ним фактически в последний момент Сегодня я расскажу вам о том, как мы работаем в нашей компании с удаленными командами Компания ВРОМ в принципе родилась удаленной И многие наши клиенты приходят к нам не просто за разработкой А для того, чтобы получить культуру распределенной работы И мы как будто знали, что должно произойти в 2020 году И когда все завертелось, я понял, что мы готовы Нам нечего бояться Нам осталось просто прыгнуть в неизвестность Я помню, как карантин только начинался И все были взволнованы Конечно, команда ждала каких-то новостей И я помню, как всем написал в СЛАГ Ребята, не волнуйтесь, мы со всем разберемся Все будет хорошо Если вдруг кто-то испытывает какие-то сложности Кто-то в какой-то необычной ситуации Или кто-то заболел, или находится не дома И вам нужна помощь, пишите Мы со всем разберемся Ну и в тот момент стало понятно Что нас ждет очень сложный, но интересный год Потом ребята начали шутить о том Что все сейчас переходят на удаленный формат работы Кто-то успешно, кто-то менее успешно А мы давно и хорошо с этим живем И начали до того, как это стало мейнстримом Но тем не менее у нас есть ребята Которые работают из офиса в Москве, в Воронеже И мы сделали все возможное Чтобы переход на полностью удаленный формат работы Для ребят был комфортным Новичков нужно было продолжать Знакомить друг с другом И вообще в целом давать ребятам возможность Как-то неформально общаться До этого мы встречались вживую Несколько раз в год У нас были очень классные, теплые встречи А тут нужно было придумать что-то новое Мы пробовали Провели несколько пятничных онлайн-вечеринок Было непривычно, но очень круто До первой десяти я особо не помню Она началась где-то весной Весной у всех были планы Планы на лето План куда-то поехать Никто не знал, что так будет Вот, поэтому Скажем так, пандемия, как таковая Она расставила все планы По тому пути, как она хотела Совпало так, что Соответственно мы никуда не поехали И я решил обустроить рабочее место на даче Отпуск, нужно что-то поделать А я люблю что-то делать руками Поэтому решил сделать беседку Потому что сидеть под солнцем работать неудобно Взял жену, ребенка И мы отправились на дачу на все две недели Заказал стройматериалы Договорился с отцом, что он мне там поможет И, соответственно, две недели я строил беседку Я до последнего не верил, что Нас закроют Так исторически сложилось, что большинство дизайнеров Живет и работает в Москве И у нас здесь есть свой дизайн-коворкинг Своя творческая студия Для меня всегда было важно Физическое присутствие людей, дизайнеров И возможность какого-то живого общения Ощущения контакта Творческого процесса Обсуждения идей И, наверное, эмоционально было сложно В какой-то момент я приезжаю в офис И работаю здесь один И это, конечно, было как-то так непросто Не только мы ушли на удаленку Но и наши партнеры Я помню, как мы созванивались с клиентом И я видел его в офисе А теперь мы обсуждаем детали проекта И он явно дома Все больше клиентов На этапе переговоров стало писать Извините, у нас тут изменились приоритеты Давайте вернемся к обсуждению проекта позже Тогда я не осознавал объем проблем И думал, что мы все равно сможем найти нашим ребятам другие проекты Ведь у нас на крайний случай есть внутренние продукты Мы с мужем решили, что раз работа позволяет не сидеть на одном месте То это идеальная возможность отправиться в кругосветное путешествие И за полгода мы посетили 15 стран Но локдаун застал нас в Гонконге И испортил все наши планы На самом деле было довольно стрессово эвакуироваться оттуда Это было очень долго И если я могу работать на бегу с телефона То я знаю, что для многих были проблемы и сложности С организацией рабочего места в этот сложный период Да, в начале карантина наш темлит Паша Аргентов застрял в Марокко Он поехал туда на Окамль-Ретрит Общаться с Окамль-Гуру И вот карантин застал его в Марокко Он не попал на последний рейс И я понимал, что Паша в строю Он работает, он может работать вполне спокойно удаленно Но он не планировал застревать в чужой стране И мы предпринимали меры для его эвакуации И эвакуация не только Паши, а всех остальных ребят У нас достаточно много ребят застряло в разных странах в этот момент Ну ничего, разобрались В тонкостях вывозных рейсов и общении с посольством По-настоящему стало страшно, когда перестали появляться сообщения от текущих клиентов Я начал получать письма Мы смораживаем проект Приносим свои извинения Одно за другим И я понимаю, что люди очень человечно С огромным сожалению пишут о том, что все Проекта больше не будет Они закрываются Они увольняют персонал Пришли, я думаю, все клиенты Никто не остался в стороне Всех зацепило Я помню, в тот момент я вздрагивал от каждого звонка Потому что каждый день звонили клиенты И у них не было для нас хороших новостей Примерно все рассказывали о том, каким именно образом этот локдаун Их зацепил И мы должны были искать решения Хорошо, что все были в одной лодке Примерно в этот момент всем нужно было делать так Чтобы мы вместе прошли этот локдаун И да, для всех клиентов мы эти решения находили Представьте такую ситуацию В конце 2019 Сео-компания говорит, что Такой тост Мы весь следующий год просидим дома Будем ходить в масках Многие бизнесы закроются С 2020 Мы начали получать сообщения от коллег по бизнесу Что освобождаются команды Некоторые проекты просто закрывались Было ощущение, что мы на нашем корабле плывем прямиком в шторм И возможно выживут не все Мы родились в кризисный год И этой командой, нашей командой, мы прошли достаточно большой путь И каждый из ребят стал частичкой большой семьи Разумеется, в этот момент мы не могли подвести ребят Все волновались И переживали над всей ситуацией В такие моменты руководители тоже не должны давать слабину Я каждый день общался с ребятами Говорил, не переживайте, мы разберемся Мы будем разбираться со всеми возникшими сложностями Знали ли мы, что делать? Нет Но страха не было Наоборот В этот момент у ребят Как во время битвы Начался какой-то кураж, задор Взять и справиться со всеми сложностями В Evron был офис разработки в Москва-Сити И во время пандемии туда никто не ходил И этот офис закрылся В нашей студии выжил момент, когда нас стали потихоньку открывать И я приезжаю в дизайн-студию А здесь работает Олег И это были какие-то сильные эмоции Ощущения Воссоединения и радости От того, что ты видишь живого человека Честно говоря, я боялась, что нам придется увольнять людей Это, наверное, самый большой страх рекрутера Но каждый день Олег говорил Мы перестроимся, мы адаптируемся Продолжайте подбирать ребят классных для нас Модернизируйте инструменты Это не первый кризис 2008-й мы пережили Мы пережили 2014-й год И этот мы кризис тоже переживем И все будет хорошо Президент начал объявлять нерабочие дни, нерабочий месяц А я понимал, что мы не можем просто остановить работу Мы не можем подвести клиентов Помню, как написал большое вдохновительное сообщение В наш family чатик в Slack Со словами, ребята, лучшее, что мы можем сделать сейчас для наших клиентов И для себя в том числе Это продолжать упорно трудиться И вместе проходить этот сложный этап Очень много, я помню, лайков мне поставили в этом сообщении Так много лайков я не видел ни под одним сообщением в Slack'е за это время В этот момент очень много ребят проявили себя Никто не остался в стороне Все восприняли эту ситуацию как личный вызов Сплотились и начали работать В наших планах на 2020 год Было показать нашим клиентам, что мы уже не команда с узкой специализацией У нас открылись новые практики, новые технологии Мы хотели показать нашим клиентам в этой ситуации, что мы готовы пойти им на помощь С нами можно договориться, мы не бросаем и не подведем Кризис на самом деле крутая штука И для некоторых наших клиентов он стал катализатором улучшений Некоторые очень долго откладывали полную цифровизацию, но пришел локдаун И выяснилось, что все офлайновые точки продаж больше не работают Офлайн закончился, остался только онлайн Это скатализировало процессы улучшений и полную цифровизацию некоторых наших клиентов В итоге все прошли локдаун и получили очень серьезное улучшение в их инфраструктуре И готовности работать онлайн Но локдаун оголил и другие стороны вопроса Мы в тот момент с ребятами шутили Говорили, да, сейчас начнется карантин И на улице начнется голод и грабежи Но грабежи начались в онлайне К некоторым нашим клиентам пришли откровенные мошенники Додосили их, угрожали На нашей истории было две Додос-атаки в этом году Одному из наших партнеров, наших клиентов Было очень сложно сдерживать атаку на свой интернет-магазин И мы оперативно вмешались и помогли им выстоять, чтобы продолжить бизнес В этот момент нам пришлось очень быстро реагировать Отбивать атаки, улучшать инфраструктуру И делать так, чтобы больше эти атаки невозможно было провернуть с нашими клиентами До этого не было никогда времени на то, чтобы делать улучшения в инфраструктуре Но сейчас локдаун показал, что нужно готовиться к любым исходам Клиенты были в шоке Но большинство клиентов, потому что у нас и электронная коммерция И какие-то другие сервисы И многие, кто вел бизнес в офлайн Который был нацелен на офлайн клиентов Они были в шоке, не понимали, что делать Где-то к лету многие поняли, что нужно переходить в онлайн И побежали конвертировать свой бизнес в онлайн Доставку, стриминг, обучение Обучение очень сильно стрельнуло в тот момент Кроме обучения, это еще видеосервисы, доставка И подобные службы, которые ориентированы на офлайн клиентов Но которым было необходимо перейти в онлайн Для того, чтобы продолжить бизнес Чтобы пережить эту пандемию Несмотря на кризис, появились новые лидеры и игроки Это продукты в нише FoodTech и EdTech Они начали нанимать и какими-то невероятными темпами расти Нам нужно было предложить им крутой опыт, крутую экспертизу Чтобы вместе с ними вырасти Я считаю, что мы быстро открыли подбор Потому что без новых сотрудников Селс-команда не сможет брать новые проекты Мы перестроили процесс собеседований на некоторые вакансии Чтобы еще лучше и быстрее подбирать классных специалистов И теперь уже на каждой онлайн конференции Мы рассказываем о себе и о нашем бренде Мне было очень приятно, когда в конце года, на мой день рождения Помимо прочих поздравлений Я получил поздравление от Олега Бунина Это наш друг Организатор самых крутых конференций айтишных в России Он сказал что-то про то, что на его веку Очень много компаний закончило свое существование А вы, как мастодонта заказной разработки, продолжаете развиваться и расти Прикольно! Я в этот момент понял, что если мы заметны Если нас видно на рынке Значит, мы движемся в правильном направлении О том, что мы делаем, нужно было кричать во всеуслышание И мы решили пойти по дерзкому И в какой-то степени, наверное, даже сумасшедшему пути И запустили пять языковых версий нашего сайта Для них мы написали и перевели более 70 материалов Что, в общем, дает более 350 материалов И это только в рамках нашего сайта Что касается материалов на сторонних площадках То количество публикаций о нас исчисляется в тысячу И это дало ощутимый результат Позволив нам выиграть две номинации На уважаемой американской площадке Hacker Noon А также занять первое место на ВЦ Обогнав такие компании, как Yota, ВКонтакте и Яндекс Мы построили довольно интересный процесс по кейсам Мы начинаем их писать с момента старта проекта Мы занимаемся их дистрибьюцией Это касается не только российских ресурсов Это касается всех языков, на которых у нас есть сайты На данный момент пять Не всегда нам на встречу идут наши клиенты И соглашаются публиковать кейс Но мы стараемся с такими проектами не работать Если компании не заинтересованы в коллаборации Может, тогда не стоит этим заниматься? Это была серьезная встряска И она научила нас смотреть гораздо шире обычного Мы помогли индустриям, которые испытывали сложности И поработали там, где клиенты хотели быстрого И хорошего, отличного результата А в 2021 мы пойдем к тем, кто пострадает уже от последствий 2020 Потому что мы нашли новые ниши Это те индустрии, которые косвенно завязаны на тот же фудтех И коммерс, логистика, технологический маркетинг И мы уже знаем, что в 2021 году поможем им вырасти В этом году мы сильно расширились Теперь наш сайт говорит на пяти разных языках А это значит, что мы готовы помогать клиентам по всему миру Да, с одной стороны границы еще закрыты С другой стороны 2020 стер значимость расстояния между людьми Теперь команда в другой стране – это нормально И все могут работать эффективно, находясь в любой точке мира До пандемии, когда мы встречались часто в студии, встречались живьем У нас была очень важная штука Это некое ощущение некого живого творческого пространства Пространства работы, поиска идей Где что-то происходит, где что-то варится Где мы решаем какие-то задачи А с наступлением пандемии мы это потеряли Но перед нами стояла задача, как это воссоздать в новой реальности И, собственно, это нас привело к цифровой трансформации нашей дизайн-студии Мы создали единую экосистему из разных цифровых инструментов Но объединенных в одну среду Сейчас мы реально можем, используя цифровое пространство, ощущать совместную работу и творческий поток Мы стали встречаться онлайн У нас каждую неделю есть час встречи, когда мы встречаемся с всем дизайн-отделом Клиенты к нам приходят не только за качественной архитектурой Но и чтобы мы помогли им решить какие-то проблемы А проблемы бывают такие, что при выросшей нагрузке необходимо гибко расширять архитектуру Гибко ее настраивать И в последнее время появились клиенты, которые к нам приходят именно за инфраструктурными вопросами В этом году мы расширили отдел девопса и помогаем нашим клиентам делать гибкую масштабируемую архитектуру Помогая держать нагрузки, помогая правильно раздеплоить микросервисную архитектуру Ну и, соответственно, за всеми сопутствующими сервисами тоже Я думаю, что каждый разработчик, каждый наш разработчик и специалист какого-то профиля В этом году стал таким маленьким супергероем Потому что мы помогли бизнесу выстоять эти нагрузки Это было бы невозможно, если бы мы не расширили другие направления Мы уже давно перестали быть Ruby-командой И сейчас развиваем такие направления, как Python, Go, Rust, Elixir И ребята с радостью берутся за новые вызовы для себя И показывают профессионализм в этих направлениях Условия старта продуктов в этом году были очень ограничены Нужно было продукт сделать очень быстро, потому что бизнес загибался И наши ребята смогли сделать неимоверные усилия Для того, чтобы в течение одного или нескольких месяцев стартовать новый продукт Это очень сложно, и я очень благодарен им за их профессионализм Что они помогли нам и нашим клиентам выстоять в это очень сложное время Да, я строю архитектуры, и построение какой-то физической архитектуры было для меня вызовом Я устал, но я сделал Фронтенд — это интерфейсы В основном интерфейсы мы делаем для браузеров А браузеры выходят в новые версии практически каждый месяц Но большая часть изменений в браузерах незаметна для пользователей сразу Это новые возможности для разработчиков Также быстро развиваются языки программирования и библиотеки, которые мы используем Поэтому мы не опологиты каких-то конкретных технологий Мы постоянно изучаем что-то новое, применяем это в проектах И, конечно же, самое главное — то, что мы накапливаем это в свою базу знаний Фиксируем это и применяем на проектах клиентов У нас есть такой инструмент, как Ruby Challenge В этом году мы добавили в него фронтенд направление, девопс направление Есть планы на то, чтобы добавить туда Go и Python направления Мы теперь называем его Euron Challenge Для разработчика это вполне понятный и прозрачный инструмент профессионального роста Получения компетенций, более сложных задач, ну и, как следствие, роста денег Для нас это некий новый уровень во взаимоотношении разработчика с его компанией А для заказчиков это возможность получить себе не просто рабочую силу А сотрудника, который заинтересован, который погружается в задачу и нацелен на результат После того, как мы полгода посидели в домашнем карантине Мы снова смогли отправиться в путешествие Правда, на этот раз у нас полностью изменились планы И, например, сейчас декабрь, мы перебрались из Мексики в Перу И впереди нас ждет еще куча новых стран и городов И также куча новых классных интересных проектов На самом деле это очень сильно меня мотивирует Потому что путешествие продолжается, работа продолжается Несмотря ни на что, что происходит в мире В итоге мы взяли такой хороший темп Что в наступающем году нам хочется сделать еще больше Еще больше мерча, еще больше подарков Еще больше разных крутых активностей для наших ребят Каждый сотрудник, который приходит в Эврон Он попадает в большую семью В такую среду, где можно развиваться И знать, что в тебя верят, тебя поддержат Также в этом году мы стали развивать наставничество И благодаря этому влиться в нашу распределенную команду стало еще проще Когда вместе собирается столько классных ребят Создается совершенно особенная, уютная и вдохновляющая атмосфера В которой хочется делать больше, лучше И это всегда чувствуется Амилайн совершенно этому не помеха Зомби-апокалипсис — это не только тяжелые времена Это еще времена возможностей Фараза, конечно, избитая Но кому, как не нам Компания, которая больше 10 лет назад Организовала удаленную работу Этими возможностями пользоваться Мы можем сказать, что мы всю историю компании Готовились к этому моменту И мы воспользовались Мы провели метаконф в онлайн Раньше мы собирали разработчиков в Воронеже Теперь мы собираем разработчиков со всего мира Мы умудрились провести в онлайне даже Руби Раша Она по количеству спикеров стала поменьше размеров Зато поядренности контента и градусу обсуждений превошла даже то, что мы делали в 2019 году И сейчас мы с большим оптимизмом смотрим в 2021 год Мы, конечно же, надеемся, что оффлайн вернется Уже сейчас у нас забронированные выступления на TeamLead, на Highload, на февраль Мы готовим выступления на DevOpsConf, на FrontEndConf, на TechLeadConf, которые пройдут в марте и апреле Но вместе с этим мы изучаем и новые форматы Мы пытаемся использовать всю нашу экспертизу в новых медиа Наш сайт, который является новостной площадкой Наш опыт взятия интервью Чтобы в изменившемся мире стать не только крутой заказной разработкой Но и местом, где разработчики узнают новое обо всем том, что меняется в нашем мире Поэтому, если вы знаете какой-нибудь хороший подкаст, который давно смотрите И хотели бы, чтобы мы на нем выступили Если вы знаете интересные онлайн-мероприятия Если у вас есть тема, которая беспокоит и которую вы хотите обсудить на конференции Приходите ко мне И мы, как Еврон, обеспечим вам техническую возможность сделать круто Мы долгое время хотели быть самыми крутыми в одной конкретной нише Но со временем проекты росли И получилось так, что стек технологий на проектах расширялся Соответственно, мы шли по пути увеличения количества практик Увеличения количества технологий, которые нам интересны Которых мы хотим сказать, что у нас есть крутая экспертиза То, что случилось в этом году, в официальных документах называют форс-мажор Но мы смогли им управлять Круто, что в этом году, несмотря ни на что, удалось вырасти и нам, и абсолютно всем нашим клиентам Я убедился в том, что строить распределенную эффективную команду, умеющую работать удаленно Это единственная правильная стратегия развития Мы помогаем нашим клиентам расти и зарабатывать больше И за это все чаще клиенты доверяют нам разработку потрясающих проектов Мы продолжим расти и развиваться Объединять в себе талантливых людей со всего мира Движимых любовью создавать цифровые продукты Я не знаю, что ждет нас впереди Какие кризисы или периоды роста Но сегодня я невероятно горжусь нашей командой Ребята, Эврон, вы большие молодцы Спасибо вам за этот потрясающий крутой год Это было здорово С Новым Годом вас! Много внимания при этом, в свою очередь не будет Корабли лавировали, лавировали и выловили Как я серьезно сцены приеду? Камеры, если я посмотрю, это плохо Я даже ничего не вру Это же блогер, что ты хочешь? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!